Еще раз хочу вас поприветствовать всех на территории университета Иннополис. Это один из партнеров этой школы, то есть школу проводят совместно с компанией открытой мобильной системы. И это один из новых и наиболее, с моей точки зрения, интересных резидентов Иннополиса, которые занимаются совсем передовым проектом. Ну, несколько слов вообще, откуда этот проект взялся и почему Иннополис в нем принимает какое-то участие. Во-первых, вы знаете, что на рынке мобильных операционных систем, я не так скажу, те устройства, которыми вы пользуетесь, обычно работают только с тремя разновидностями операционных систем. Это Android, который произведен компанией Google и его некоторые разновидности, которые ставят вендоры по собственной инициативе. Ну, некие вариации, возможно. Это iOS, который произведен компанией Apple. И это Windows Phone, который, по сути, я думаю, что здесь даже почти нет людей, у которых есть Windows Phone. Ну, давайте для статистики просто поднимите руку, у кого сейчас Android на телефоне. Это половина с небольшим компанией, у кого iOS на телефоне ставит, процентов 15 и больше, и у кого Windows Phone. Чего? Целых пять человек. Значит, процентов пять все-таки есть. И у кого еще что-то, что я не упомяну, даже больше, чем Windows. То есть, видите, все статистики у нас сейчас 14 человек, и есть много разных таких разновидностей систем. И если мы вспомним опять Google, Android и Microsoft, это все компании, которые шатк-квартиры и основные разработчики места, которые находятся в одном вполне определенном месте. Дело в том, что такого рода системы, они обычно контролируются государством. То есть, это означает, что, ну, не только государством, но и крупными приватными компаниями. И эта форма контроля, они относят достаточно уродливый характер. Вот, конкретный пример, всем известно, что и вопрос о прослушивании фигурирует по, так сказать, с предложениями каких-то определенных организаций, или вопрос о, скажем, корректной практике ведения бизнеса. Например, Google хорошо известен тем, что не дает возможность ставить Android тем, кто не ставит на первую страницу в качестве поисковой системы свою собственную поисковую систему. Просто не дает вам лица этих. При том, что все эти системы, они, как бы, носят такой характер. Часть из них приватная, часть из них была открытая. Но все они, в сроке, контролируются одним центром. И когда вот об этом люди задумались, то получается, что в мире, по-моему, от 5 миллиардов населения у нас или сколько, под 7, должно быть, уже, если я правильно предпоминаю. То есть несколько миллиардов, под 2 миллиарда человек, которые обладают смартфонами, и в конце концов, это должно быть больше, чем существует. Вопрос, кто их контролирует, он, по сути, оказывается довольно важным. И хотелось бы иметь проект, который был открытым, но не так, как вот открыт, скажем, тот же андроид или что-то, который ловко повязан всевозможными лицензиями и требованиями, который говорит, что вы можете пользоваться открытостью до тех пор, пока вы удовлетворяете меня. А то вы не удовлетворяете, и вы сразу переходите в состояние этих людей, с которыми мы будем бороться. И вот для этого мы приведем некоторый анализ операционных систем. И вот это делал недавно университет Анаполис. Мы выпустили, уже практически завершили выпуск отчета, которым анализировали некоторые доступные мобильные операционные системы, в частности, селфиш, как один из их вариантов. И, в общем, причина, почему университет Анаполис активно интересуется этим направлением, потому что это то самое направление, которое позволяет вот те оставшиеся миллиарды населения, которые сейчас не живут в тех странах, которые я упомянул, они могут использовать такую роду операционные системы. Это, в первую очередь, страны Брикс, где живет, по-моему, чуть ли не больше половины мирового населения. И мы бы хотели, чтобы то, что появится в виде проекта, пригодного для всех таких стран, обладала определенными характеристиками, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения открытости, так и с точки зрения возможности того контроля, который аккуратно описан при помощи каких-то законов и так далее. И это одна из ключевых вещей, которые мы хотели бы посмотреть и добиться этим проектом. И тот факт, что работы уже фактически начались, что вот это тот замечательный новый резидент, который формально уже прошел практически всю процедуру получения статуса резидента на территории Дополиса, начал работать, не просто начал работать, уже вывесил довольно большое количество мест рабочих, позиций, которые довольно, уже, по-моему, многие из этих мест уже заняты, в смысле, пришли люди. И это означает, что проект успешно стартует. И вот эта школа как раз является одним из факторов успешного роста. То есть мы хотим не только получить какую-то совместную работу, которая бы шла как и в непосредственно компании, так и на территории университета Дополиса, где создается лаборатория мобильных систем, но и мы бы хотели, чтобы уже пошла активность в области создания приложений и вообще тех идей, которые будут реализованы на базе такого рода системы. И для этого бы, собственно, мы бы здесь. Мы хотим, чтобы вы понимали, чем эта система отличается от всех других имеющихся, какие есть специфические технические ограничения, специфические технические возможности, которые позволяют вам что-то сделать, как сделать так, чтобы вы при создании каких-то своих приложений и доработок не теряли какие-то другие рынки, чтобы вы могли работать не только на системе, в которой сейчас пока и так много оборудования, но, надеюсь, что она появится, но и на любых других, и какие при этом у вас появляются возможности и ограничения. То есть то, зачем вы здесь присутствуете, это вот такой, хотя, с одной стороны, вводный, как бы у нас, с другой стороны, он довольно технически должен быть глубоким, с тем, чтобы вы имели возможность начать работу внутри всей этой инфраструктуры. Почему хочу подчеркнуть, что мобильная операционная система, это не только вот то, что вы видите на экране телефона, это много чего, это и, в том числе, бэкинг, то есть это система, которая хранит ваше приложение, это и возможность подписки на него, это и большие данные, связанные с этим хозяйством, это и всевозможные магазины приложений, это и система безопасности, и методики контроля этих приложений, то есть как сделать так, чтобы те приложения, которые массово попадают в маркет, попадают в датчик пользователям, были полуавтоматически или автоматически признаны безопасными и так далее. То есть на самом деле, то, с чем вы столкнетесь и то, с чем вы работаете, оно гораздо шире, чем просто тривиальное написание компонентов или программ, результат работы, которые вы видите на экране. То есть вот цель работы компании, это на самом деле полная инфраструктура, включая, возможно, например, и доработки специфические, связанные с оборудованием. То есть что можно сделать такого с оборудованием, так, чтобы получить что-нибудь интересное, уникальное. Например, не знаю, как гарантировать, что ваша система безопасна, используя аппаратные возможности. Теоретически эти возможности есть практически, поэтому почти не в одной операционной системе, вернее, в платформе, скажем так, они не используются. То есть вот надо понимать, что постарайтесь извлечь из этого пользу не только с точки зрения вот тривиального написания адроидного, в смысле не адроидного кода, который используется для создания, там, я не знаю, HTML5 или что-нибудь, но и попытайтесь понять, что за этим стоит, как организовывать работу и как организовывать ваше приложение так, чтобы они имели возможность эффективно в современном мире, имея в виду, что у вас потенциально миллиарды пользователей эффективно работать. Это не так просто, и представьте себе, у вас ваше приложение, вот как с этим покемоном, использует там миллиард человек по всему миру, и у вас там маленькая ошибочка, что с ней делать? Вот сколько вам придет миллиардов репортов о том, что у вас что-то не работает, куда вы их денете, как вы их проанализируете и так далее. То есть здесь очень много интересных вопросов, которые, скорее всего, вам изначально при попытке программирования даже в голову не придут. И вот об этом всем совокупности и нужно думать. И вот это то, чему мы пытаемся учить в университете Иннополис, то есть мы пытаемся обучать наших студентов. Здесь, кстати, примерно треть из этой аудитории студентов, две трети, это люди, которые не имеют прямого, по крайней мере, пока отношения к Иннополису, поскольку я знаю статистику. Так вот, то, чего мы учим, это как раз пытаться смотреть на проблему в целом и также иметь возможность работать с ней целиком. То есть не только заниматься написанием кода, но и всем вещами снаружи этого процесса, и написанием системы безопасности, и анализом ошибок, и оценкой качества проектов и так далее. Все то, что называется технологией, программированием, софт-вейн-инженером и так далее. Ну, на этом я, наверное, свое немного заслуживающее слово завершу. Еще раз поблагодарю вас за то, что вы приехали к нам и за то, что вы интересуетесь этой темой. И скажу, что то, о чем вам будут рассказывать и над чем вы будете работать, оно, несомненно, должно стать существенным для вас в отспоре в вашей дальнейшей жизни, если вы собираетесь ее связывать, как будет с этим. Спасибо.